Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую вас на канале Бельканто. Меня зовут Елена Корнелли-Сосоева. Я оперная и концертная певица и хранитель традиций старой итальянской вокальной школы Полине Милоке и Бельмонако. Меня попросили высказать свое мнение о мастер-классах, которые организовал Эльдар Абдразаков в Петербурге. И эти мастер-классы есть на Ютубе. Некоторые я посмотрела и пришла к определенным выводам. Выводы мои таковы. Не каждый певец может быть педагогом. Не каждый концертмейстер может быть педагогом. Не каждый талантливый человек может научить другого талантливого человека. Были ценные мысли на мастер-классах во всех практически днях. Я посмотрела некоторые дни. Я все дни посмотрела немножко. Но был не найден способ реализации. Каким способом реализуются те идеи, что выдвигает или выдвигал конкретно педагог на данном мастер-классе. Певец или концертмейстер. Мне понравилось бережное отношение к идеям композитора. В общем, у всех ведущих мастер-класса педагогов или певцов-концертмейстеров. Но у всех отсутствует момент технической работы в помощь к реализации этих идей. Например, если указан темп, если указана гогика, она очень индивидуальна. Очень. Это связано с силой голоса, с плотностью голоса, с особенностями психологии самого певца. И педагог должен наглубиться именно в самого певца, чтобы естество его вытащить в данную конкретную музыку. В данную конкретную музыку. Не шаблон, а естество. То есть, помимо идей композитора, должно быть максимум того, что может певец вложить, вот этот максимум вытащить из певца, показать ему, что у тебя есть то-то, то-то, то-то. И это так-то применяется в данной музыке. Вот конкретно этого я не увидела. Поэтому не существовало индивидуального подхода к певцам. Была просто информативность. вот так работают концертмейстеры с вокалистами в театрах, а вот так работают певцы, думая, что это правильно с певцами. Например, указания о двойных согласных, что они очень помогут, здесь будет интересно. Согласные будут интересны и правильно звучать только в том случае, если они правильно прорезонированы. а это технический элемент. И если концертмейстер не знает, как резонируются двойные, бывают даже тройные, согласные, для художественного эффекта именно с таким неким акцентом, то обычно певцы давятся, 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 а результат и ныне там. Вот. Поэтому сказали, ну, посмотрите, вы сами там, а на самом деле должен быть конкретно понимающий как бы технический прием, как резонанс согласных, отдельный резонанс согласных может украсить выразительность музыки и романса, или арии. В романсах, конечно, даже в большей степени детализации больше. Поэтому как и на конференции в Москве в марте месяца хочу сказать вам сейчас, что настала необходимость создания новой профессии вокальный режиссер. Человек должен понимать технику. Эта техника связана с согласными и гласными обязательно. Хорошо знать нотный материал, читать, владеть каким-то музыкальным инструментом и видеть идею композитора как некую драматургию. Сейчас мода приглашать актеров, режиссеров театра и кино, и они, к сожалению, губят оперную продукцию, потому что они не понимают смысла вокального слова. Драматическое слово, оно иное. Слово драматического актера, оно иное по выразительности времени и воздействие на публику. Дело в том, что вокалист влияет на публику намного сильнее. Поэтому статичность или правильная поза певца, она очень важна, ее вполне достаточно. А для драматического актера, особенно современного, который не владеет резонаторами сейчас, к сожалению, актеры, то беготня это спасение, 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 чтобы быть интересным не словом, значит бегом. Поэтому мастер-классы они такие очень поверхностные, я считаю. Они вроде бы выглядят информативными, но эту информативность никуда нельзя приложить. Вот в чем дело. По-настоящему просто информативность. Она не будет эта информативность в действии задействована технологически. Поэтому будет так просто информация на многие годы, пока кто-то не покажет, как это работает технически.